Белый дом намерен возобновить Палестино-израильские переговоры. В ближайшее время на Ближний Восток прибудет трио из администрации президента Трампа. Почему мир вдруг стал возможен, расскажет Григорий Бадов. Снова разговоры о мире. Теперь уже президент Дональд Трамп убежденно заявляет, мир возможен. Зять и доверенное лицо Трампа Джаред Кушнер, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблот, а также заместитель советника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл пакуют чемоданы. Троица скоро прибудет на Ближний Восток для очередной попытки запустить мирный процесс. Они собираются в турне по Египту, Катару и Ордании, Палестинской автономии и Саудовской Аравии. Еще только ведутся переговоры о встрече, а в Палестинской автономии уже ни во что не верят и обвиняют американскую администрацию в предвзятости и произраильских настроениях. Видимо, после 8 лет правления президента Обамы, нежелание Трампа потворствовать террору и коррупции выглядит для главы Палестинской автономии чересчур уж непривычно. В июне этого года посланник Кушнер побывал здесь и потребовал от Махмуда Аббаса прекратить пропаганду террора и выплату пособий палестинским убийцам, сидящим в израильских тюрьмах. Но глава автономии в ответ настоял на невмешательстве во внутренние дела Палестинской автономии. Ну, получается, как только дотации от западных стран поступают на счета Палестины, это сразу становится ее внутренним делом. А сегодня высокопоставленный представитель палестинцев заявил, что они вообще не будут вести переговоры с израильским премьером Нетаньягу, пока тот находится под следствием. Напомню, что Нетаньягу уже несколько раз за последний месяц давал показания по так называемому делу 3000, касающемуся закупок немецких подводных лодок. Сам премьер называет это расследование политическим линчеванием. Обвинительное заключение по нему не сформировано и неизвестно, будет ли оно вообще, но палестинцы уже его используют как удобный предлог для отказа от неудобного партнера. Впрочем, сам Джаред Кушнер уже признавался, что не знает пока, как достичь мира на Ближнем Востоке и вообще сомневаются, смогут ли американцы предложить какое-то оригинальное решение. А президент Трамп подытожил, если не сможет Джаред, не сможет никто. Григорий Бадо, Лиса Неберовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.